доброе время суток сегодняшнее видео это ответ на вопрос подписчика которое он задал в комментарии под видео в котором я показывал правку алмазного бруска на гранитной плите собственно говоря вопрос от алекса черилова что скажете о стеклах вместо гранита цена копейки и старых окон найти не проблема а нарезать можно любой размер окей алекс давайте посмотрим на стекла в данном случае сейчас видно стекло которое осталось у меня после того как я перешел на гранитные придиры стекло небольшого размера оно полированное оно ровное не имеет волн и на нем свое время на таких стеклах я правил совершенно разные камни тут главное чтобы сама поверхность где он лежит была ровной потому что стекло небольшой толщины и если будет неровность оно просто прогибается и ваш камень примет форму стола не форму стекла так сейчас сейчас я попробую показать для примера искажение насколько это стекло искажает то что за ним если стекло волнистое то оно будет искажать если ровное то не будет я подношу к объективу смартфона второе стекло абсолютно такого же размера кстати говоря и провожу им в разных направлениях да вот как видно никакого искажения нет это свидетельствует о том что стекло действительно ровное его можно использовать для правки камней но в то же время давайте посмотрим как будет выглядеть стекло со старых советских окон в котором наблюдается волнообразность окей давайте раз уже заговорили о стеклах давайте посмотрим стеклышки которые я использовал в качестве притиров для выравнивания небольших корней длина стекла 150 миллиметров стекла также полированные да ими неудобно работать они маленькие они крутятся во все стороны чтобы эту проблему решить я делал приблизительно вот так теперь стекло лежит более менее устойчиво и на нем можно работать где вопрос где можно использовать такие небольшие стекла их можно использовать для правки небольших брусков например 120 миллиметров он сюда входит свободно может перемещаться в любую сторону в любое направление или это будет допустим мы совсем маленький брусок длиной 80 миллиметров то же самое здесь будет еще удобнее работать брусок апексного формата длина 150 миллиметров такая же как и у стекла но при желании здесь тоже можно сработать и решить свою задачу чем удобно эти стекла они практически одноразовые то есть они отработали сделали свою работу их можно выбросить стоит действительно копейки где-то вот еще со старых давних добрых времен осталось стеклышко которая не была почищена ну собственно говоря это и все что я хотел сказать просто если говорить о стеклянных притирах то это не обязательно должно быть стекло слишком большого размера толщиной 10 миллиметров и так далее и тому подобное все зависит от цели и задач которые вы ставите и от ваших возможностей поэтому пробуйте экспериментируйте но об оконных стеклах лучше забыть всем удачи и и и Продолжение следует...